Постоянно вы дежурите, да? Постоянно проверяем, ездим. Судебные приставы и сотрудники администрации комиссия в таком составе проверяет, действительно ли остановлена незаконная стройка. У застройщика на улице Петрозаводская в селе Орел-Изумруд изначально было разрешение на возведение индивидуального жилья на примерно 200 квадратных метрах. Но вскоре риэлторы начали предлагать квартиры в шестиэтажном жилом комплексе по этому же адресу. Фактическая площадь застройки оказалась почти в шесть раз больше. Стройку остановили. Скоро суд. А в этом случае процесс удалось остановить уже на стадии фундамента. Мы осуществляем ежедневные выезды по объектам. У нас по искам администрации порядка 80 исполнительных производств, объекты, по которым в настоящее время запрещено строительство. Следить за тем, не возобновилась ли стройка, помогают соседи. Им, конечно, не хочется, чтобы буквально в сантиметрах от стенных домов выросла многоэтажка. Кстати, судя по изображению очередного несостоявшегося жилого комплекса, вокруг не плотная застройка, а зеленая зона и якобы есть парковка. Явный обман можно увидеть во всех предложениях квартир в незаконных домах. Сейчас в этом доме шесть этажей, но уже идет продажа квартир на седьмом этаже. Эта информация предоставлена риэлторами. Ни их, ни застройщика не смущает то, что здание признано незаконным. И покупатели жилья могут оказаться и без квартиры, и без денег. Название у этого жилого комплекса – «Красноречивая Вавилон». Скорее всего, он повторит судьбу знаменитой Вавилонской башни. «Принимаются соответствующие меры по пресечению самовольного строительства. И мы с вами видим, объекты остановлены. Но этому предшествует такая кропотливая работа, в том числе вплоть до составления административных материалов и арестов этих застройщиков для того, чтобы пресечь факты самовольного строительства». Недобросовестные застройщики ведут себя активно. И в интернете, и в печатных изданиях развернута мощная рекламная кампания по продаже жилья, которого либо просто не существует, либо оно незаконно. Покупатели квартир могут обезопасить себя лишь в том случае, если будут тщательно перепроверять информацию и от застройщиков, и от риэлторов, требовать документы, чтобы убедиться, действительно ли разрешение выдано на строительство многоквартирного жилого дома, а не индивидуального жилого. А в случае обмана обращаться в отдел архитектуры, прокуратуру и ФСБ. Тогда против мошенников будет проще возбудить уголовное дело и в конечном счете вернуть уже потраченные покупателями деньги. Инга Габешия, телекомпания ФКТ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...